приветствую всех кто смотрит это видео сегодня мы будем готовить домашнюю утку утку можно готовить по-разному традиционно это у нас ют утка запекается с яблоками можно утку запекать в утятнице в рукаве а сегодня с вами поделюсь своим рецептом как делаю я вот у нас уже у . она порублена на части такие конечно большие куски сейчас я предварительно еще промою ее подсолю и буду каждый кусочек поджаривать сейчас увидите весь процесс смотрите часть утку я помыла сковородку включила теперь подсаливаю у . можно добавить еще какие-то вам привычные травы например сбор перца травы курицы к мясу подсаливаем перемешиваем это все и я это все дело отправляю на сковородку поджариваться сковородку я разогреваю на максимум никакого масла на сковородку я не добавляю утка домашняя как и домашняя птица домашний гусь курица они очень жирные данном случае удочка у нас тоже жирненькая и она когда будет жариться она просто будет отдавать свой жир мы таким образом избавимся от этого жира кто готовил утку уже знают когда вы ее запекаете то очень много жира с нее выходит и получается что на противне или на утятнице остается очень много жира и когда мы готовим допустим утку в яблоках либо с овощами эти овощи яблоки превращаются в кашу и плавают в этом жире мы от этого жира постараемся избавиться как делаю я то есть на сковородке но разжарится и будет отдавать свой жир и и пока эта порция жарится я займусь следующей порции буду дальше мыть утку и подсаливать вот мы видим что сколько жира уже утка отдала целая сковородка этого жира так вот мы прижарили как вы видели я добавила немного карри для цвета карри я использую не острый теперь нам эту утечку надо переложить мультиварку прижаренную утку которая отдала уже свой жир неседобный для тех кто любит жир конечно вы можете этот жир потом слить мультиварку но наша с ним не любит такие штуки жиры и это не думаю что полезно отправили выключаю теперь этот жир я уберу помою сковороду и следующую порцию утки положу на сковородку сжарится так сковородка у нас готова для следующей порции я стараюсь по максимум избавиться от утиного жира жирную кушкуру я тут убирала особенно на шею много жира поэтому шею я вообще избавила от шкуры хороший гарнир для утки это естественно рис гречка но и картошка привычные для нас гарниры я буду готовить картошку по-селянски в этот раз для нашей утки надо теперь это все поместить все разместила и теперь уточка пусть отдает весь ненужный жир а пока мы можем подготовить овощи которые мы будем тушить вместе с уткой итак мы почистили 5 луковиц среднего размера и 2 морковки лук мы будем резать крупно такими доликами кто любит много лука в блюдах, в блюдах может больше лук естественно можно добавлять яблоки, но я делаю только лук и морковку крупный режу лук отправляю в мыску теперь также морковку режем крупно можно кольцами, можно полукольцами теперь смотрите что я делаю, я часть лука с морковкой отправляю уже к утке, которая уже в мультиварке у нас находится так на сковородке у нас готова порция следующей утки и мы отправляем ее также в мультиварку аккуратненько в мультиварке в мультиварке смотрите сколько много у нас получилось утки вот жир который остался от второй порции смотрите сколько жира теперь я добавлю остальные овощи сверху но это еще не все друзья итак для того чтобы уже поставить утку на тушение нам еще остался последний шажок вот соевый соус классический вкус я выливаю остатки буквально 50-70 грамм и пол лимона лимон нам придаст тоже очень интересный вкус и такое немного кисловатенько и смягчит мясо утки лимон можно добавлять вообще в любые блюда он придает изумительный просто вкус такой универсальный просто продукт вот так вот хорошенько выдавливаем пол лимона ложечкой остальные пол лимона я отправила в холодильник лимоны которые уже разрезаны их в кульке держать нельзя хранить в кульке так как они начинают портиться и гнить все перемешиваем все это прелесть и добавлю немного воды так как утки у нас много добавлю я грамм сто воды ну или столько же сколько было соевого соуса все теперь этим всем заливаю утку выливаю эту всю красоту и включаю примерно на час на тушение у . очень хорошо сочетается сладкими соусами с кисло-сладкими поэтому вместо яблок можно разбавлять водичку с медом добавлять или соевым соусом в этот раз я хочу приготовить конкретно соевый соус вода и полу лимона все ставим на тушение примерно через полчаса я попробую помешать ее ставлю на тушение у нас тут 40 минут добавляю время чтобы было час и нажимаю на старт мультиварка на самая обыкновенная уже очень старенькая наша у . готовы и можно теперь сортировать тарелку принимаются и 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